В Казахстане в сентябре объем наличных денег в обращении уменьшился на 1% до 1 триллиона 369 миллиардов тенге. По данным Нацбанка, денежные агрегаты М1, включающие наличные деньги и ликвидные тенговые депозиты, уменьшился в сентябре на 3,5% до 3 триллионов 639 миллиардов тенге. Денежная масса увеличилась на 0,9% до 13 триллионов 466 миллиардов тенге. Денежная база в сентябре выросла на 2,7% до отметки 3 триллиона 753 миллиарда тенге. В Центробанк Беларуси намерен провести плавное ослабление национальной валюты, то есть без резких колебаний обменного курса рубля. Ранее Нацбанк заявлял, что Минск не будет девальвировать нацвалюту адекватно ослаблению российского рубля ради поддержания конкурентоспособности экспорта в Россию, который является одним из основных внешнеторговых партнеров республики. Экспортерам посоветовали повышать конкурентоспособность продукции за счет сокращения затрат и себестоимости. В сложной ситуации в ряде стран основных торговых партнеров Беларуси сохраняется необходимость проведения взвешенной денежно-кредитной политики, направленной на поддержание устойчивого и сбалансированного развития экономики страны, подчеркивается в сообщении. Несмотря на ряд негативных внешних факторов, удалось сократить импорт и улучшить сальдо внешней торговли, а не допустить значительного снижения международных резервов страны, заявляет регулятор. За 8 месяцев из России ввезено 192 тысячи автомобилей на 788 миллионов 200 тысяч долларов, что в три раза больше по объему и почти на 55% по стоимости, чем за аналогичный период прошлого года. Из Беларуси импортировано свыше 1300 машин на 14,5 миллионов долларов, что в два с половиной раза больше по объему и в пять раз по стоимости. И что касается экспорта казахстанских автомобилей, по данным Евразийской экономической комиссии, наша страна впервые экспортировала один легковой автомобиль в Россию стоимостью 36 600 долларов. С начала года в рамках программы субсидирования лизинга субъектов АПК Казаграмаркетингом удешевлены свыше 2000 единиц сельхозтехники. Прием заявок продолжается. Напомню, что участвовать в программе могут физические и юридические лица, включая крестьянские хозяйства, занимающиеся производством и переработкой сельхозпродукции, а также оказывающие услуги по ее заготовке, хранению, транспортировке и реализации. Желающие получить заем должны обращаться в банки второго уровня и лизинговые компании, в которых получали кредиты. К субсидированию допускаются кредиты, либо лизинг, не превышающие процентные ставки в тенге годовые 14% и годовые 10% в иностранной валюте. То есть, если заемщик взял кредит на пополнение оборотных средств по 12%, то со стороны государства ему будет возмещено 7%. То есть, по факту, заемщик будет платить 5%. В рамках данной программы было удешевлено 2143 единиц сельскохозяйственной техники, из которых 1093 трактора, 544 комбайна, 142 пресс-подборщика и 146 жаток. Победителем республиканского конкурса инновационных бизнес-планов и обладателем 7,5 миллионов тенге стал ученый-изобретатель из Павлодара, Аблхан Каракаев. Он предложил установку на дизельные двигатели, которые снижают токсичность до трех раз. Полученные деньги изобретатель направит на дальнейшее переоборудование небольшого количества двигателей. Ну а позже планирует построить завод, первый в Центральной Азии. За 4 месяца организаторам конкурса удалось выявить более 500 изобретателей из разных уголков страны. 16 из них прошли в полуфинал и защищали свои проекты в рамках телевизионного интеллектуального реалити-шоу «Инновационный форсаж» на телеканале «Хабар». Участникам помогали профессиональные бизнес-тренеры, конкурсанты прошли специальные обучающие тренинги, раскрывающие секреты инновационного и предпринимательского мастерства. На этом у меня все. Напомню, что наши выпуски можно посмотреть на официальном сайте 24.kz. Читайте нас также в социальных сетях. Пусть ваши ресурсы никогда не иссякают. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин